Привет, Библия! Тема «Давид благодарил Бога» Текст Псалтырь, глава 22, стихи с 1 по 6 Псалтырь 22, написанный Давидом, является самым известным псалмом. Псалом 22, читаем по-разному, является типичным псалмом, который многие люди читают и запоминают. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Господь пастырь мой, ни в чем я нуждаться не буду. Меня пасет Господь, и я ни в чем не знаю нужды». В начале 22-го псалма написано, Давид говорит, что Бог пасет его на сочных лугах, утихых вод отдохнуть дает. «Но не только в Израиле, но и в его окрестностях не так много сочных лугов и тихих вод. Там дикая пустыня повсюду, поэтому, кажется, на сочных лугах утихих вод Давид был очень счастлив». В четвертом стихе написано так, «Если я пойду и долиной смертной тени». В пятом стихе является слово «враги». В 21-м псалме Давид сказал то, что сказал Иисус на кресте. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Возможно, Давиду было очень трудно до его прихода на сочные луга и утихих вод под руководством Бога. На самом деле, жизнь Давида не всегда была счастливой и хорошей. Наоборот, у него жизни было много тяжелых и трудных препятствий. Давид был самым младшим в семье, с ним не считались его братья, и он был вынужден выполнять их поручения. После победы с битвей с Голиафом, народ полюбил его, но из-за ревности Давида ненавидит царь Саул. Давиду пришлось бежать на 10 лет, избегая меча царя Саула. После того, как он стал царем, Давид убежал от меча своего медвежного сына. Возможно, у Давида было много более трудных времен, чем счастливых. Давид, который чувствовал, что Бог оставил его, сказал так «Я же червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Много зверей, когтельцы, львы, собаки атакуют меня». Дорогие дети, еще раз прочитаем начало Псалма 22. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Когда мы читаем это стихотворение, написанное Давидом, кажется, что у него не было никаких проблем. Но на самом деле это не так. У Давида было много трудных проблем, но каждый раз он исповедался, веря, что Бог был с ним». В книге Царств написано, что Давид молился Богу в каждый трудный момент. Бог помогал Давиду молиться. И Давид благодарил и славил Бога за помощь ему. Поэтому Псалом 22 – это стихотворение благодарения Богу, который помогает тем, кто молится в трудных ситуациях. В конце 22-го Псалма Давид исповедал так «Да пребудут со мной доброта и любовь все время, пока я жив». Давид признался, что хотел быть с Богом вечно. Дорогие дети, я желаю вам, чтобы вы могли испытать благодать и утешение Бога среди страданий в вашей жизни, как Давид. И вы сможете благодарить Бога, который всегда и везде с вами, даже во время страданий и бед. Субтитры подогнал «Симон»